Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли на телеканале Культура министр культуры Российской Федерации Александр Авдеев. Александр Алексеевич, очень рад вас видеть. Здравствуйте, я тоже. Легко представить, как нервничают сейчас участники в предвкушении. А вот как организаторы, они спокойны? Все уже готово? Организаторы нервничают. Тоже нервничают. Это нормальное чувство, потому что речь идет о крупнейшем событии в нашей музыкальной жизни в этом году. Ну и это вызов всем нам, потому что мы снова хотим сделать конкурс ведущим в мире. И для того, чтобы это произошло, потребовалась очень большая кропотливая работа с введением некоторых новых элементов в конкурс, тех, которых никогда раньше не было. А когда пришло понимание, что вот без изменений, и может быть даже кардинальных в политике конкурса, он фактически утратит свое былое значение на мировой музыкальной арене? Понимание пришло 3-4 года назад. Об этом с большой тревогой говорили мои предшественники, Александр Сергеевич Соколов и Михаил Ефимович Швадкой. Поэтому я унаследовал от них вот этот долг и обязанность вернуть конкурс в былую славу. Ну а идеи, как это сделать, пришли главным образом из музыкального мира, от Гергиева, от Дениса Мацуева, от крупнейших мировых музыкальных агентств. Подсказки были и от Пиндерецкого, подсказки были от Башмета. Мы использовали опыт других музыкальных и немузыкальных конкурсов. И в итоге получилась интересная схема конкурса. Я думаю, она сработает. Масштабу задачи должна была соответствовать масштабность фигуры председателя оргкомитета. Как долго обсуждалась кандидатура на этот пост? Она вообще не обсуждалась, потому что изначально было ясно, что лучше Валерия Бесаловича Гергиева никто с этим не справится. И его авторитет помог сделать так, что на конкурс приезжают самые авторитетные музыканты нашего времени. Мне кажется, Юлиан, вы где-то года три назад в одной из передач говорили, что конкурс обречен, возможно, на неудачу, если это будет конкурс педагогов. Но вы как в воду глядели, потому что это была главная причина при всем уважении к педагогам, к их труду и к их волнениям за своих учеников. В этот раз не будет педагогов, а будут крупнейшие музыканты мира, если позвольте, я даже назову некоторые имена. Конечно. Ван Клиберн, Владимир Ашкинази, Юрий Башмет, Максим Венгеров, Денис Мацуев, Анна Софьимутер, Ирина Братцова, Шиштоф Пендерецкий. Да, конечно. Это имена, которые говорят сами за себя. Такого набора звездных имен нет ни в одном музыкальном конкурсе мира. Но это очень важно, потому что любые усилия, в том числе и финансовые, и человеческие, они обречены на неудачу, если речь идет о конкурсе, если есть протекционизм, протаскивание собственных учеников, и таким образом убивается дух и смысл состязания. А прозрачность и конкретность голосования за того или иного участника, вот в чем она? Если это не очень сложная схема? Не сложно, потому что прозрачность обеспечивается постоянной прямой трансляцией через интернет всего конкурса. Поэтому аудиторией будет не только жюри и те, кто сидят в зале, а весь мир. И судить об объективности жюри будут миллионы людей. А из членов жюри никого нет, кто бы представлял своего ученика и волновался бы? Никого. У нас нет председателя жюри. Четыре номинации. Это в Москве фортепиано и виланчель, в Питере это скрипка и вокал. Нигде нет председателя жюри. А везде есть генеральный секретарь. Конкретного тура. Конкретного тура. Совершенно верно. И они все по очереди меняются. Поэтому нет начальника, нет инструментов для того, чтобы воздействовать на голосование. Аудитория конкурса «Интернет и весь мир». Ну и призовой фонд очень большой. Но вот это важная составляющая любого конкурса, безусловно, это привлекает внимание младых участников. Не только это, но это тоже. Каков общий призовой фонд? 300 тысяч евро. Это примерно 400 тысяч долларов. Ну и притягательность не только в деньгах, а притягательность в том, что впервые такого никогда не было. Победителям конкурса гарантируется выступление с лучшими оркестрами на лучших площадках мира. Позвольте, назову эти площадки. Да, я думаю, что в этом есть смысл. Я слышал о Барбикан-центре в Лондоне. Карнеги-холл с симфоническим оркестром Ринки. С лондонским симфоническим оркестром в Барбикан-холле. С гастролей в Нидерландах. Гастроли на Бетховенском фестивале в Бонне. Выступление в Санкт-Петербурге с оркестром Дмитриева. Концерты в Милане с симфоническим оркестром Верди. Концерты в Польше. Выступление на фестивале Шопена и так далее. В Японии, в Иерусалиме и так далее. Лучшие оркестры, лучшие площадки мира. Такого не было. Как Валерий Бесалович договорился, я удивляюсь, но он договорился. Ну, дело в том, что его участие как дирижера в будущих концертах, конечно, как могучий локомотив подтягивает все остальные оркестры для того, чтобы в компании с лауреатами будущими, что называется, засветиться. Конечно, это здорово. Да. Но, к тому же, очень важно отметить, что было 600 заявок, отобрано около 150 кандидатов, причем каждый из кандидатов уже выступал и побеждал в других фестивалях и конкурсах. Поэтому мы, как я надеюсь, собрали сливки мировой творческой молодежи и будем уже просить их соревноваться между собой за те высокие призы и звания, которые мы приготовили. Чайковский, как известно, учился в Санкт-Петербургской консерватории, жил в Москве. Эти два города играли очень важную роль в его жизни. И конкурс проводится впервые за всю свою историю в двух столицах. Насколько я знаю, были противники вот такой идеи. И как вы их убеждали? Или, может быть, вы тоже были вначале против того, что... Министерство было инициатором. И пришлось выдержать очень сильное давление и держать оборону. Ну да, говорили, что традиция нарушается и так далее. Как убеждали? Убеждали силой аргумента, а потом качеством залов и концертов. Залы музыкальные в Питере лучше, чем в Москве. В Москве у нас залы мирового уровня, большой зал консерватории, зал Чайковского. И, пожалуй, всё. Но это старые залы. Залы исторические. Нового зала нет ни одного. В Питере есть новый зал, блестящий зал. Концертный зал Мариинского. Да, это один из лучших залов мира по качеству звучания. В Питере есть большой зал филармонии. Но есть и другие залы. Как мы можем вычеркнуть Питер из городов-претендентов? И я думаю, что весомости фестиваля, авторитета только прибавилось после того, как мы решили включить Питер в конкурс Чайковского. И по мере приближения конкурса число противников уменьшается. Сейчас их почти нет. А я думаю, проведём конкурс, и всем станет ясно, что мы правильно сделали. А как вы думаете, если всё состоится удачно, для этого есть все основания, так полагать, стоит ли и в дальнейшем проводить конкурс в таком режиме? Я думаю, стоит. И оставить конкурс в двух городах, в таком режиме, и вот по такой формуле. Я хотел отдельно поговорить ещё о членах жюри. Там замечательные имена из тех значимых имён, выдающихся музыкантов современности, что участвуют в конкурсе, но участвуют либо не с самого начала, либо с середины до финала. Я имею в виду, ну, вот скажем, Владимир Ашкинази, или Денис Мацуев, или Анна Софимутер, они приезжают на финал. Не возникнут ли разговоры, что таким образом их оценка может быть не совсем полной, не совсем объективной? Я думаю, нет, потому что будет прямая трансляция через интернет, и члены жюри могут оценивать и по интернету. Поэтому не так это страшно. В общем, это и не представляет особой проблемы. А из участников жюри я не могу кого-то выделить особо. Все великолепные, замечательные музыканты, но я хотел бы поздравить, пользуясь вашей передачей Дениса Мацуева, потому что он на днях получил звание народного артиста России. Для его возраста это необычное явление и такое эксклюзивное решение президента. Ну, это, наверное, правильно, потому что он представляет музыкальную пианистическую школу России во всём мире и делает это на высочайшем уровне. Так что я присоединяюсь к вашим словам и, конечно, с удовольствием от имени всех поклонников его таланта поздравляю вас с этим очень высоким званием. Александр Васильевич, мы с вами говорили о звёздном составе жюри, но там есть две суперзвезды. Это замечательные легендарные имена. Если можно, расскажите, что это за люди? Ну, во-первых, Пиндерецкий – это великий композитор 20-го и нашего уже начинающегося 21-го века. Кстати, он написал специальное произведение для конкурса, и конкурсанты на каком-то этапе будут обязательно его играть. Написал своё произведение и Родион Константинович Щедрин. Для пианистов. Для пианистов, да. И Джон Карельяно, итальянский композитор, тоже посвятил одну вещь – конкурсу, и она также будет исполняться в обязательном порядке. Ну, если назвать великие имена, надо продолжать этот ряд всеми участниками конкурса. Это и Елена Образцовой, и Денисом Мацуевым, и Юрием Башметом, и Владимиром Ашкенази, и Максимом Венгеровым. Я могу продолжать и дальше, но они все великие. Я хотел бы отметить одну замечательную особенность для всех тех, кто интересуется музыкальной культурой России. На конкурсе Чайковского нет председателей жюри, но зато есть почётный председатель жюри, который своим именем, своей личностью, своим талантом, безусловно, ну, говоря высоким стилем, осветит этот конкурс. Это Ван Клиберн, знаменитейший музыкант, который, начиная с 1957 года, любим и в России, и у себя на родине в Америке. Человек, который соединил две культуры и сделал это не в самые лучшие времена, но своим обаянием, своей любовью к нашей стране позволил сделать так, что и конкурс сразу вошёл в мировую элиту, и любовь к музыке, к фортепианной музыке стала в России особенно широко распространяться. Спасибо вам большое, Александр Алексеевич. Мы все будем держать кулаки для того, чтобы всё задуманное обязательно свершилось. В стране есть чем гордиться, и конкурс Чайковского – это тот бренд, который всегда присутствовал в истории, и очень важно, чтобы и в будущем он украшал имя России. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Сегодня в главной роли на телеканале «Культура» Александр Алексеевич Авдеев, министр культуры Российской Федерации. Спасибо, с нетерпением ждём начала 14-го международного музыкального конкурса имени Чайковского. Счастливо. Спасибо.